Мечтаете о своем интернет-магазине? Советы Мульдера и Даш, руководителя отдела по маркетингу и связям с общественностью, точно в этом вопросе вам помогут. Это непростой вопрос, кстати. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Мульдер, ну для тех, кто не знает, что же такое интернет-магазин и как его открыть? Ну на самом деле интернет-магазин – это обычный бизнес, который просто продает свой товар через интернет. Открыть его можно, как и любой другой бизнес, нужно просто желание, нужно определиться с тем, что вы хотите продавать, где вы хотите продавать, в конце концов, придумать название для интернет-магазина, подумать, где вы хотите его продавать, в зависимости от масштаба. То есть можно просто открыть социальные сети, страницу и продавать через него, через нее свои какие-нибудь товары и услуги. А можно открыть полноценный сайт, создать, можно создать приложение. И вот, собственно, с таких простых шагов и начинается интернет-магазин. То есть и полноценный сайт, и страничка в соцсети – это будет и то, и то интернет-магазином? Ну, на сегодняшний день – да. Откажите, пожалуйста, в чем основное преимущество интернет-магазина, интернет-пространства, продажи товаров и услуг от, ну скажем так, обычного места, традиционного физического магазина? Ну на самом деле этих преимуществ очень много. Я постараюсь сейчас выделить основные. Первое – это, конечно, все обычно говорят о стоимости аренды. Конечно, когда вы открываете интернет-магазин, у вас тоже есть большие затраты на аренду, например, склада и так далее. Но это никак не сравнится, к примеру, с арендой помещения в каком-нибудь известном торговом центре в центре города. Потому что там обычно очень высокие цены, и если вы только начинаете, то для вас это обычно не подъемные суммы. Второе – это охват аудитории. Опять же, если вы открываете точку в офлайне, то вы ограничены тем трафиком, который есть в этом торговом центре. Когда вы открываете интернет-магазин, у вас нет никаких ограничений. Вы можете работать на Алмату, можете работать на целую область, на Казахстан, можете работать вообще на весь мир. То есть вы сами решаете, для кого вы продаете свой товар. Следующее, я бы сказала, это широкий ассортимент. Потому что в офлайне вы, опять же, ограничены тем пространством, которое вы арендуете. Больше товара, чем то, что позволяет это пространство, вы выставить не сможете. В интернет-магазине вы можете просто бесконечно выставлять этот товар. Я бы также сказала, что стоимость раскрутки, продвижения этого интернет-магазина, он очень сильно отличается от офлайна. Потому что, во-первых, цены в интернете, они немножко ниже. Во-вторых, вы сразу можете оценить эффективность, и из этого выходит следующее преимущество – это аналитика. Потому что вы можете анализировать буквально все. Сколько человек провел времени на вашем сайте, что он смотрел, что он покупал. Сколько человек увидело в вашей странице. Да, сколько увидело страницу. Абсолютно все. Каждое движение, каждый шаг вашего клиента вы можете видеть, анализировать и понимать, что популярно, что не популярно, что стоит продавать, а что не стоит. Представим, что кто-то из зрителей вот сейчас, как мы, слушает вас и вдохновился, хочет открыть интернет-магазин. Какие документы для этого необходимо собрать? На самом деле, с юридической точки зрения, с бухгалтерской и с точки зрения налогового учета, интернет-магазин никак не отличается от любого другого бизнеса. Поэтому все, что нужно, это либо открыть ИП, либо открыть ТО, и решить, собственно, по какой системе налогообложения вы будете работать. Вот и все. Если также на какие-то виды товара вам необходимо будет иметь сертификаты качества. Вот и все. И можно начинать работать. Но на первый взгляд кажется, что преимуществ гораздо больше. Ну, наверное, оно так и есть, но все же наверняка кроются какие-то тайные секреты, о которых, быть может, не все знают. Поделитесь, пожалуйста. На самом деле каких-то тайных секретов нет, и волшебства в интернет-магазине тоже нет. Мне кажется, стоит просто понимать, что у каждого бизнеса есть свои нюансы. В интернет-магазине на самом деле очень много операционных процессов, которые должны быть обязательно налажены. То есть это работа склада должна быть стопроцентной, идеальной. Это работа службы поддержки, потому что ваш сайт, не забывайте, он доступен 24 часа в сутки. И обязательно должен быть товар на этом складе. То есть здесь на самом деле очень много вот таких вот, как вы говорите, потайных каких-то секретов, но ничего страшного на самом деле нет. Минусы при этом какие-то есть? Минусов я бы не назвала никаких минусов. Давайте тогда узнаем, как привлекать клиентов в интернет-магазин, потому что в офлайне все более-менее понятно, все мы самыми клиентами являемся. А что делать с интернет-покупателями? Я бы посоветовала ориентироваться в основном на интернет-маркетинг, потому что это логично. Если мы продаем в онлайне вещи, то соответственные клиенты должны быть из онлайна. Гораздо легче работать с теми, кто уже сейчас в интернете, нежели с теми, кто сейчас, вот как мы с вами разговаривают, и не сидит в телефоне или за компьютером. И когда я говорю об интернет-маркетинге, это обязательно контекстная реклама, это SEO, это SEM, это реклама в социальных сетях, это работа с блогерами, которая сейчас очень популярна. В общем, хочешь работать в онлайне, переходи в онлайн. Ограничения не какие-то, все просто. Все правильно. Минус, спасибо вам большое за такой очень доходчивый, четкий и, я думаю, полезный главный ответ сегодня. Спасибо вам. Спасибо вам большое.